Все чаще в нашем регионе происходят знаковые мероприятия. Жители Артемовского городского округа с энтузиазмом посещают их. Ведь нет нужды тратить большие средства, а самое главное время для того, чтобы добраться до места события. Благотворительный матч звезд, который состоялся в Екатеринбурге, не мог не привлечь внимания съемочной группы телерадиокомпании Альтекс Медиа. Начать нужно с того, что нас поразило число любителей спорта, да и просто заинтересованных, которые заполонили фойе КРК Уралец. В ожидании автограф-сессии с членами команды «Олимп», в которую вошли олимпийские чемпионы и известные шоумены, болельщики делились с нами своими предпочтениями и прогнозами на игру. Во-первых, матч звезд сделан для того, чтобы сплотить нас. То есть спорт, пропаганда спорта очень серьезная, то есть у нас не хватает этого. Ну и ждем шоу. А за кого будете болеть? За Исаева. Конкретно, да. А у чиновников? Да. Ну, у чиновников, как бы, мы их, да, за рамопорту будем болеть, товарищи министры. Но я думаю, все-таки дружба победит. Антона Шипулина, нашего нашего, как говорится, живет здесь, в Екатеринбурге, организовал такое мероприятие, как бы, потому что нам сложно. Обычно же все такие мероприятия проходят где-то в Москве, а здесь у нас в Екатеринбурге грех не сходить, не прийти и посмотреть на всех бедлонистов и лыжников. А какие ваши прогнозы все-таки? Чиновники сумеют постоять за себя? Ну, сумеют, но я думаю, победит дружба. За губернатора. Первый человек, я бы сказал. А может быть, еще кто-то в команде чиновников вам импонирует? Чиновников? Больше никого не знаю. А какие ваши прогнозы? Ну, знаю Ройзмана, но он не играет. А как думаете, кто победит? Дружба. Дружба. С каким счетом победит дружба? 10-10. Среди болельщиков, конечно же, были и Артемовцы, у которых тоже есть своя позиция и личная симпатия к тем, кто вышел на лед в этом уникальном матче. Мы приехали с семьей, приехали с детьми. За кого болеть будете? За кого? Ну, за Шипулина. Команду Шипулинов. А как думаете, чиновники все-таки смогут дать отпор? Думаю, да. Как вы считаете, с каким шипом закончится? Думаю, все-таки будет ничья. За кого болеть собираетесь и почему? Конечно, за Шипулина, за Легкова, за сборную биатлона, потому что я болею за них и больше их знаю, чем нежели остальных. Ну, а все-таки, как думаете, чиновники смогут дать отпор? Ну, знаете, всякое может быть. Но все же я буду болеть за своих. Да, как вы думаете, что матч участвует даже в жернах? Я думаю, это просто массовая схватка и просто такой поединок, что должны все прийти и поболеть. Получив заветный автограф, и болельщики отправились на трибуны, где им посчастливилось наблюдать действительно серьезную схватку. В первом периоде команда «Титан» забила в ворота спортсменов и шоуменов две безответные шайбы. Страсти на льду кипели такие, что, казалось, он начнет плавиться. Напряженные моменты случались один за другим. Несмотря на то, что все участники матча осваивают коньки не так уж давно, падений было не так уж и много. Зато жесткой игры хватало. Обе команды показали крепкий уральский характер и волю к победе. Когда во втором периоде «Алим» сравнял счет, кто-то из болельщиков поменял свои предпочтения, а кто-то остался верен своей команде. Вы пришли болеть, ребята, за какую команду? За «Алим». За «Алим». Как вам игра? Хорошо. Захватывается. Уже появилось. У нас уже не воздержит, у нас уже уверенность появилась. За правительство Свердловской области. Динамично стараются. Сейчас начинают сравнивать все. У нас уже шансы есть, у губернаторской команды. Я думаю, что да, шансы есть. Как обзанимаете вообще в целом? Интересно, позитивно, все радуются, общая атмосфера радужная. У нас пришли болицы. Ну, конечно, за пельменей. Что еще раз? Игра динамичная, интересная. Тем более с такими комментаторами сегодняшними. Конечно, интересно посмотреть. Ну, я думаю, на одинаковых уровнях. Правительство нашей области тоже не сидело просто так, готовилось. Нужно отметить, что на трибунах было очень много детей, которые с азартом наблюдали за ходом матча и эмоционально реагировали на происходящее на льду. Третий период, хотя и изобиловал опасными и интересными моментами, был безрезультатен для обеих команд. Однако болельщики как могли поддерживали своих любимцев. Не обошлось и без традиционной волны, свистков и разнообразных гуделок. Итог третьего периода все тот же. 2-2. Замечательные результаты матча. Все-таки была активнее команда Свердловской области. Команда губернатора. За них же и болело. Конечно, за олимпийских чемпионов. Ну, так, более-менее, конечно, могли бы, я думаю, сыграть и лучше. Олимпийские чемпионы все-таки спортсмены. У них физическая подготовка более хорошая. Сама игра про то, что неинтересная? Ну, так, конечно, да. Своей информации, а ведь? Как вы думаете, по-другому? Больше двигаться, больше какого-то экшена надо было. Как-то более в силу вяло. Ну, так все равно у них, как сказать, силы много, энергии тоже очень много. Я думаю, им надо быть более активными, тогда бы дальше победили. Большинство болельщиков устроило бы ничья. Однако решающим в серии буллитов броском стал удар Александра Легкова, поразивший ворота Титана и принесший своей команде победу. Конечный результат 3-2 в пользу Олимпа. В полусражении не была забыта цель этого своеобразного матча – помощь Серовскому дому в школе. У каждого настоящего отец этой площадки, да и у всех, кто собрался здесь, когда-то была своя первая спортивная площадка, которая дала внуковку в жизнь и олимпийским чемпионам, и людям, которые сегодня работают во власти, и всем 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 вам нормальным людям. Спасибо вам всем огромное за то, что через некоторое время у ребят из детского дома в Серове появится своя первая площадка. Мы спрашивали у болельщиков, довольны ли они результатами матча, что запомнилось и в какие еще командные виды спорта предложили бы сыграть участникам матча «Звезд». Очень понравились и результаты, и процесс. Ну, насколько динамичные капли на вашем времени? Потому что на трибунах мы заслужили совершенно разно. Надо же понимать, что они не хоккеисты, поэтому я считаю, что они большие молодцы. Ну, а вы все-таки за кого болели? Я за всех болела. Ну, конечно, за Шипулина. Какие команды в спорте? Хотел, чтобы эти команды срослись? Ну, я бы футбол, кажется, посмотрел вообще. Я болела за Олимп, конечно, но и правительство тоже поддерживало. Как по вашему уровню подготовки у них смогут они с настоящими хоккеистами связаться? Я думаю, да, правительство хорошо играло, мне понравилось. Ну, особенно запомнился в спорте, в какой команде? В правительстве мне запомнился 15-й номер, но фамилию сейчас не вспомню. А у Олимпа мне запомнился Майгуров. За кого сегодня болели? За команды Шипулина. Как оцениваете игру противников? Ну, хорошо. Видно, что у нас правительство Свердловской области тренируется. Видно, что спортивные такие мужики. Что запомнился? Может быть, какой-то игрок в той или другой команде? Да нет, все запомнились в одинаковом. Все хорошо играли. Очень понравилось. Насколько динамичны ваши программы? В общем, три года разная. Ну, смотря с чем сравнивать. Знаете, может быть, сборная из двух сборных команд сможет сразиться с настоящими игроками? Ну, я думаю, если еще потренируются, то смогут. За кого болели? Конечно, за веселых зеленых ребят. Как вам настроение? Настроение хорошее, классная атмосфера. Но правительство, если еще маленько потренируется, еще маленько и догонят. Могут догнать. Ну, а кого бы вы, допустим, в команде правительства и в команде спортсменов выбьете? Шептий хорошо играет. Неплохо. Ну, Куйбышев хотел забить. Евгений Владимирович, правильно, да? Должен. И в следующий раз забьет. Вот мы тоже задаем вопросы. Если сделать из них одну сборную, смогут они выйти вместе против настоящих хоккеистов? Нет, конечно. Первый год нет. Я думаю, минимум год потренируется и что-то будет. Ну, вообще, хотелось бы побольше таких мероприятий, да? Не важно, во что они будут играть. Главное, именно вот эта идея, задумка, она очень классная. И с радостью, мне кажется, очень много людей пошли бы на любое мероприятие. Будь то баскетбол, хоккей, либо там что-то еще. Подобное пожелание болельщиков вполне возможно получат реальную основу в ближайшее время. И об этом губернатор сказал сразу же после матча, вызвавшего столько эмоций и у игроков, и у тех, кто их поддерживал. Мы обязательно с Антоном подумаем, и все, что можем, во что можем играть, если это будет приносить пользу, конечно. Важно отметить, что сыгранная работа команды правительства области показывает, что нынешний губернатор смог сплотить вокруг себя людей, от работы и решений которых во многом зависит дальнейшее развитие нашего региона и благосостояние уральцев. Сыгранная работа чиновников в команде – один из важнейших факторов, определяющих будущее Свердловской области.